Внимание! Если вам мешает реклама, вы можете закрыть рекламное сообщение, просто нажав на крестик в верхнем правом углу рекламного блока. Переходим к рекомендациям. Что значит избавиться от созависимости? Формула успеха из двух половинок. Как минимум не создавать условий для пьянства. Как максимум эффективно противодействовать пьянству. Но все это нужно раскрывать, детализировать, конкретизировать. Я сейчас расскажу. Что значит создавать условия для пьянства? Если симптом созависимости, концентрация внимания на другом, значит преодолеть созависимость, это сконцентрироваться на себе. Думать о себе. Заботиться о себе. Если мужу некогда водить машину, он все время с пивом, с лодкой, так может мне самой сдать на права, перепишу машину на себя, буду ездить на машине. Он пусть на трамвае ездит, если заработает себе на трамвае. Если мужу некогда зарабатывать деньги, все с пивом, с лодкой, может мне самой устроиться на работу, делать карьеру, зарабатывать деньги. Думать о себе. Заняться укреплением своего здоровья. Я буду нужна детям, внукам, правнукам. И через 10, и через 30, и 50 лет надо об этом сейчас подумать. Значит, может мне на лыжи, на коньки, может мне на массаж, может мне на процедуры, может мне в санатории. Заняться своим личностным ростом, профессиональным ростом. Ведь как сказано, полюби ближнего, как самому себя. Если вслушаться, если вдуматься в эти слова, вначале это нужно полюбить самому себя. А только потом полюбить ближнего. Если человек не умеет любить себя, он не умеет любить ближнего. Опять же, полюбить ближнего нужно как самому себя. То есть симметрично. Любовь, внимание, заботу проявлять по отношению к близкому в равной мере. Вот сколько он мне любви, внимания, заботы, столько и я ему любви, внимания, заботы. Не больше. Опять же, полюбить надо ближнего, то есть нормативную часть личности. Не надо любить алкоголизм или наркоманию. Они не нуждаются в вашей. Дьявол не нуждается в вашей любви. Не надо любить болезни. Не надо любить пороки, слабости, недостатки близкого человека. Любовь, внимание, заботу, внимание уделять только здоровой части личности. С болезнью разговор короткий. Через лечения в трезвость. Вот все, внимание. Больше никакого внимания не будет. Вот так я понимаю эти слова. Полюбить ближнего как самому себя. То есть любить, это не значит все делать за другого. Это не любовь, это потворство. Кто-то из мудрых сказал, если вы хотите отправить человека в ад, выполните все его желания. Именно этим и занимаются созависием. Не надо отправлять его в ад. Не надо выполнять всех его желаний. Не допускается помощь взрослому человеку деньгами, продуктами и одеждой. Это развращает. Это порождает иждивенческие настроения. Помощь деньгами, продуктами и одеждой возможно только в исключительных случаях. Ну, например, если близкий человек уже прошло лечение, уже живет трезво, но на работу еще пока устроиться не успел. Вот на этом коротком отрезке времени мы тебе помогаем деньгами, продуктами. Нужен костюм, чтобы устроиться на работу. Купим костюм. Взаймы, с возвратом. Пройдешь, устроишься на работу, начнешь зарабатывать и все это нам вернешь. А не вернешь, больше никогда не получишь. У тебя только один шанс вернуться в нормальную жизнь с нашей помощью. Если ты этот шанс не используешь, мы в тебя верим. Мы знаем, что ты умный, сильный и хороший. Значит, ты вернешься в нормальную жизнь без нашей помощи. Вот и все. А тогда в чем же любовь-то? Если не деньгами, не продуктами, а в чем? Да в другом. Нужна помощь близкому человеку. Советом, жизненным опытом нужна моральная поддержка. Даже в такой помощи нельзя переусердствовать. Нельзя навязывать советы. Совет может давать только тогда, когда спросят советы. Он обязательно спросит советы, если на время отстраниться от болезни, выдержать паузу в отношениях, он придет и скажет, что у меня все плохо. Тут у меня долги, тут неприятности, тут проблемы. Дайте денег. Денег не дам. А вот совет могу дать. Пройди лечение, живи трезво, устройся на работу и начинай долги возвращать. Только совет, не больше. Если вам понравился ролик, нажмите под роликом на кнопку подписаться, чтобы иметь возможность смотреть и другие ролики. Оставьте также свой комментарий под роликом и нажмите нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...